Как раз вот на этой кассете есть самая первая песня Высоцкого. Она называлась «Татуировка». Уже на этой записи угадывается тот самый голос с хрипотцой, которому уже через 15 лет будет подпевать весь Советский Союз Высоцкому. Каждый год все ценители его творчества собираются здесь, в музее соцбыта. В этот раз повод особый – выставка из неизвестных ранее экспонатов. Они привезены из Санкт-Петербурга, из Москвы. Некоторые из них останутся в Казани навсегда, некоторые придется вернуть, потому что есть владельцы. Но, тем не менее, у нас есть возможность сегодня, в День памяти Владимира Семеновича Высоцкого, снова говорить о его наследии. Например, об этой пластинке впервые заговорили еще в 1975-м, когда Барт записал ее на фирме «Мелодия». Но вышла она только на днях. И вот он, первый экземпляр. Неделю назад презентован в Санкт-Петербурге и первый экземпляр передан в музей. Ну, прямо в гостинице он сыграл первую песню. Так интересно было, что он… Сейчас я вам зарисовки спою и спел песню прямо в номере. Там «Я на вачу еду плачу, еду свачьи хохоча». Песня советского бича. Он на вачу ехал плача, а возвращал все хохоча. Яков Клопаух хорошо помнит, как первая советская суперзвезда приезжала в Татарстан. И как песню, сочиненную буквально за кулисами, Высоцкий спел сначала ему, а потом всей Казани. Вот фото той поры. Их снимал Владимир Зотов. Признается, тогда его вдохновляла больше личность Барда, нежели творчество. Только после того, когда вышел его сборник, вот это все, все его стихи, они прошли, как сказать, от слова за слово. Вот тогда было понятно, что это великий поэт, это просто чудо. Только поэт в России больше, чем поэт. И эти слова, конечно, в первую очередь о Высоцком. Его помнят и как актер, и как музыканта, а его игру на гитаре еще никто не смог повторить. Даже спустя десятилетия эти песни продолжают вдохновлять многие поколения музыкантов, слушателей, всех, кто считает его голос, это голос эпохи. Надрыв. Все это есть, все это прям читается. То есть Владимир Семенович так или иначе повлиял на всех. Знаю историю любви с Мариной Влади, тоже понимаешь, насколько глубока личность Высоцкого. Марина Влади уже родилась во Франции, но прабабушка ее татарка. Поэтому казанские поклонники Высоцкого считают, у него и города больше общего, чем кажется. А с этого дня и того, что не встретишь нигде в России, редких книг и первых записей, они будут храниться в музее соцбыта. Ромиш Айдулин, Мараз Айдулин, ДНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин